всем привет дорогие друзья с вами как всегда александр и у меня хорошая новость для большой я считаю армии поклонников бренда рикара сейчас вот в ассортименте магазина первая коляска появилась достаточно интересная коляска называется она если вот учитывать что коляску производят сейчас в то наверное это целона вот я бы назвал и целона в общем название всплывет вы увидите ссылка кстати на эту колясочку будет внизу в описании поэтому после обзора когда вы все поймете о чем что это за коляска вы сможете там ее заказать и точные характеристики посмотреть комплектацию 2 в 1 мы с вами будем сегодня рассматривать и краткие характеристики я все же вам базовые такие назову ricara италия два года дает производитель гарантию у нее такой средний вес она не бни нелегко не тяжелая 12 и 6 у нас с люлькой вес и сиденьем 12 и 2 прогулочный блок стать хорошие характеристики имеет по наклону 110 175 это вы увидите вот с рождения до 4 5 лет приблизительно можно использовать ширина колесной базы здесь 57 сантиметров поэтому вообще не важно в любой лифт абсолютно в любой вы заедете люлька у нас 77 в длину 32 в глубину и максимальный вес ребенка который выдерживает это коляска 22 килограмма кстати давайте сразу о комплекте быстренько поговорим что туда входит дождевик помимо коляски вы получите адаптеры для установки люлек макси козе и на самом деле под крепление макси козе много брендов делают джой например может будет поставить там еще несколько брендов поэтому не только макси козе можно будет ставить и дождевик у нас прогулочный блок и дождевик люльку отдельно идет вот собственно то что вот мы имеем в комплекте и базовые характеристики начнем изучать с люльки потому что ей мы начнем пользоваться в любом случае в первую очередь давайте посмотрим на ткани ткани на самом деле если вы когда-то сталкивались брендом ricara вот приблизительно подобную ткань всегда не используют это такая достаточно качественная ткань она ощущается достаточно дорогой я не говорю что это были там шелк мега премиальный нет все нормально все на достойном уровне тактильно приятная на гипоаллергенные непродуваемая вот поэтому с этим все хорошо козырька вот здесь есть у нас на козырьке дополнительная секция которую можно убрать и спрятать ручка для транспортировки с эко кожей обито как и основная ручка это приятно кстати очень здорово так на козырьке у нас здесь есть такое большое окошко которое можно таким образом открыть и летом проветривать ребеночку вот и соответственно по козырьку все регулируется она с помощью кнопочек так давайте я вам сейчас вблизи вкратце покажу внутреннюю часть люльки так давайте заглянем внутрь что мне нравится я очень люблю когда вот это вот накидочка она всегда когда пристегивается точнее говоря на замочке мне это очень нравится потому что таким образом как клеточку откинули и все окей внутри все очень аккуратно здесь у нас тоже видите есть возможность открывать вот так вот чтобы там ребеночку проветривать если вдруг он на животике лежит вот соответственно вот эти 32 сантиметра глубины матрасик у нас очень очень приятная тактильная ткань прям вот реально классная вот в общем по люльке вот такая вот история люлька здесь классическая правильная на принципе под любые задачи подойдет и зимой туда нормальный меховой овчины на цельной шкуре например конверт легко поместится так что давайте сейчас с вами разберем прогулочный блок люльку мы снимем для этого смотрите чтобы снять люльку на мне что нравится есть память кнопок нажали сверху нажали они не отскакивают и потом берем и поднимаем снизу у нас есть четыре ножки чтобы спокойно ставить на землю и она у нас не будет соответственно вот это окошечко что я вам говорю вот так это выглядит все на магнитика хочу мне нравится магнитики в чем магнитики такие большие плотно держит в общем люлька вот такая полноразмерная классная вообще вопросов к ней не так ставим с вами прогулочный блок прогулочный блок естественно реверсивный можно ставить его и по ходу и против хода движения поэтому это имейте в виду все кстати давайте сразу 110 175 градусов по уме он называл до 110 градусов это нам дает к такую почти капитанскую посадку для ребенка сильно спинка назад не завалена ребенок не так вот сидит а нормально человеческая посадка нужно наклонить просто наклоняем вот 175 это почти 180 градусов поэтому с положением ребенка здесь все очень очень достойно и что мне нравится у кара всегда такие интересные решения по начинке внутренней использованы здесь видите ремешочек для ребенка пятиточечный естественно мягкие накладки у нас есть везде вот эта часть спинки она у нас такую сеточку вы видите кстати бампер откидывается как калитка легко убирается для посадки ребенка также в к коже вот и у нас топорщицы сразу вот так наверх ремешки вы видите чтобы удобнее было посадить ребенка они уже у него готовы и здесь опускаем защелкиваем и все это очень круто на самом деле чтобы с под ребенка их там не доставать все окей такая здесь соответственно тоже самое что и на люльке хорошая классная ткань мягкая подушечка у нас здесь есть на уху головы ребенка с этим все хорошо так подножка у нас естественно тоже регулируется но не по бокам две кнопочки а вот 10 спереди еще одна кнопочка так нажимаем так регулируем что мне очень нравится очень большой дугой сделан бампер и пространство для ребенка перед бампером очень большое так давайте посмотрим на козырек козырек тут более чем достаточно я считаю эта секция дополнительно открывается есть также окошечко с сеточкой с этим все хорошо вот смотрите если ребенка полностью опустить вот как он будет закрывать в горизонтальном положении я бы порекомендовал докупить какой-то конвертик и накидку на ножки зимой чтобы полностью вот здесь закрыть ребенка и ребенок был как в коконе нормально защищен так что касается ручки ручка у нас регулируется телескопическим образом это удобно потому что в высокий рост когда у людей чтобы не пинать коляску лучше иметь регулировку телескопическую потому что когда идем мы дальше от коляски становимся когда такая система регулировки и не пинаем но здесь принципе даже если бы была другая система регулировки никто бы не пинался потому что дугу вот эту вот раму они подняли наверх отсюда ее убрали и мы просто тупо не достаем чтобы пинать что касается давайте взглянем на шасси шасси очень добротная она такая железная мощная коляска ощущается нужно такой и является на самом деле металл толстый но наверно поэтому и 12 килограмм весит в общем с ощущением такой вот добротные вещи здесь все хорошо зазоров их то люфтов я ничего не заметил хороший доступ у нас к багажнику и спереди и сзади причем хоть арбузы свой очень все хорошо сбоку сетка высоко поднята поэтому все хорошо тормоз здесь вообще топовый тормоз с этой стороны нажимаем то на тормоз ставим с этой нажимаем с тормоза снимаем просто супер колеса здесь просто резиновые не надувные вот просто резина давайте посмотрим на амортизацию что у нас здесь с этим нажмем на передние колеса такая достаточно упругая амортизация и здесь достаточно упругая есть коляски так на польское производство литва там кто-то еще они делают очень мягкие пружины остальные же немцы и американцы кто еще у нас итальянцы как мы видим испании делают коляски более упругими видимо дороге у них получше я так предполагаю поэтому такой подход и я к тому что вот очень такой прям очень большой плавности хода вы здесь не добьетесь так теперь давайте посмотрим как колясочка у нас складывается для этого нам нужно вот здесь вот так вот сделать вот таким образом если не не ошибаюсь по моему в эту сторону сейчас проверим да все поэтому можно прям с блоком сложить еще такой приятный момент чувствуется что бренд премиальный достаточно рекор даже транспортировочная ручка вот это вот она не пластиковая обито точно же так же как и бампер и ручка то еще беру и сразу так взял с мягенькой к кожу в общем за это им большой большой плюс чтобы открыть все в обратном порядке делаем все можно ехать собственно всю информацию необходимую коляски я вам донес если вам обзор понравился ставьте пожалуйста свой царский лайк обязательно подписывайтесь на канал потому что 90 процентов людей просто смотрят может быть и лайк может что-то в комментарии напишет но не подписываться вам не сложно а канал это очень помогает развиваться и таким же людям как вы сейчас ищущим для ребенка коляску в дальнейшем это будет очень полезно потому что вы поддерживать таким образом канал вот поэтому буду очень признателен за подписку за лайк и комментарий собственно напоминаю ссылка на колясочку будет внизу на первую коляску кстати там вы можете заказать две коляски на выбор привезут посмотрите что-то одно выберите ну а мне добавить нечего я вообще в принципе в целом люблю ricara и кресла у них очень хорошие считают таким бренд очень серьезным брендом ricara потому что но придраться особо не к чему дизайн это дело вкуса тут сами понимаете мне вот такой стиль заходит вот но выбирать естественно как всегда вам выбор за вами лишь хочу пожелать вам сделать хороший выбор для вашего ребенка колясочкой а покупать внизу по ссылке и удачи на дорогах до свидания